Ученикам учебно-воспитательного комплекса номер один рассказали о турнире, об истории футбола, о датах и местах проведения финалов европейских чемпионатов, достижениях украинских футболистов как в составе сборной СССР, так и в составе сборной Украины, а также о памятных событиях, связывающих футбол и Донецк. Очень много выпускников было в судьбе нашей школы и в 2000 году вот в этом зале было такое совершенно неожиданное мероприятие. Пришли мужчины, выпускники первой школы, она была несколько лет мужская, одним из выпускников был герой Украины Звидевский Ефим Леонидович. И вот на этой сцене они рассказали, что в 1949 году они выиграли первенство чемпионата Союза, первенство Украины среди футбольных команд школьных и рассказали о том, что не выиграли его, а мяч у них, которым они тренировались, был тяжелый, мокрый, тряпичный, со сбитых тряпок. История команды «Шахтер» – это большая часть патриотического воспитания донецких школьников. Ученикам рассказали о футбольных болельщиках из разных стран, об истории и традициях, о правилах и культуре поведения во время футбольных матчей на стадионах, на улицах и в других общественных местах. Городской голова проинформировал школьников о том, как меняется инфраструктура Донецка в преддверии Евро-2012. Сейчас мы работаем над тем, чтобы инфраструктура города, а это воздушные ворота города, Донецкий аэропорт, железнодорожные ворота города, Донецкий железнодорожный вокзал, дороги, развязки, гостиницы. Все эти, вы являетесь видителем около вашей школы, строится или реконструируется, гостиница Киев, она также будет принимать гостей в финальной части чемпионата Европы по футболу. Поэтому сегодня город активно готовится к финальной части. Воспитанники учебно-воспитательного комплекса номер один устроили для почетных гостей концерт школьной самодеятельности. Школьники, облаченные в одежду с символикой Евро-2012 и любимой команды «Шахтер», читали стихотворения на футбольную тематику, исполняли песни и задавали Александру Лукьянченко и Маркияну Лубкивскому вопросы по теме проведения турнира в Донецке. «Команда, яка сьогодні працює над Евро, працює самовідданно, докладає багато зусиль. Звичайно, є багато питань, які ще потрібно вирішити, але мені приємно, що і мер, і керівництво області свідомі тих завдань, які стоять перед Донецьком. Я переконаний, що Донецк прийме Евро на найвищому рівні, але потрібно працювати, звичайно, кожного дня. І ми в цьому плані партнери, ми дуже тісно працюємо з Александром Олексійовичем, розуміючи складність усіх завдань, але разом з тим я залишаюся оптимістом, оптимістом. Тим більше, якщо Донецьк має таку прекрасну команду, як «Шахта», яка тішить своїх болівальників, за яку боліває, по суті, не тільки Донецьк, але й вся Україна, я думаю, що і складніше завдання місто зможе посилити». Маркиян Лубкивський похвалив школьников за хорошую подготовку открытого урока і рассказав о символах Евро-2012, які теж посетили открытый урок. В конце встречи присутствуючі виразили полну уверенність, що Донецьк зможе своєвременно і качіственно підготовитися к Евро-2012. Наталья Шевченко, Александр Пугачев, 1-й муниципальний.